Я так подумал, можешь ввести новую рубрику под конец стрима, типа, читая комментарии. Знаю, я просто часто такой хуйней занимаюсь, как реально читаю комментарии, шо люди пишут под видосами там, ну, под моими реакциями. Чаще всего там какую хуйню пишут, пиздец, просто какие-нибудь ватники, блядь. Ммм, да, какой-то хуесос пишет в комментариях. Как же мерзко, Хео старается дефить обиженных. Буквально чувствуется, как он старается вылизать им, целенаправленно перекручивая каждое слово. О, это про этот видос, про обиженных украинцев. Такие комментаторы, на самом деле, они очень забавны, потому что они никогда не напишут тебе, где именно я и какое слово перекручивал. Да, потому что здесь такого не было, в этом видосе. Я ничего не перекручивал и дослушивал до конца, потому что, а что тут дослушивать? Мысль автора того видео, она и так была понятна. Чел обиделся на обиженных, типа, получается, да, то есть, как бы, назвал видео обиженный украинец, при этом сам обиженный весь видос, блядь, срет, оскорбляет, агрессирует и так далее. Вот, поэтому, опять же, я ничего не перекручивал, этого нет, видео. И я дослушивал мысль, потому что эта мысль, она с самого начала, просто изначально понятна. Она даже в самом видосе, вот, в названии, в принципе, ясна эта мысль. А вот, поэтому комментатор пиздобол. Говорить по факту и аргументированно, значит вылизывать. То есть, как бы, у автора этого комментария, изначально, скажем так, мнение такое, что, ну, как бы, я не должен высказываться положительно, да, почему-то. А почему, опять же, он не объяснит. Вот и все. Да-да-да-да-да-да-да, о, этот смайлик, это я, когда вижу украинца. Вот это, это я. Ну да, а че? А ты не завидуй. А, ты не завидуй, блядь. Ну, чел в видосе по факту все сказал. А то, что агрессивно говорил, ну, так он и сказал сразу, что его просто заебало уже. Но да, но автор видоса не сказал о причинах этой агрессии, которая существует в данный момент. Он это тупо обходит и игнорирует. Как так получается, блядь? Непонятно. Будто бы это все без причины, просто так. Чел не пытается понять. Ему похуй. Опять же, автор того видоса сам себе противоречит. Как тут написали, реально. Вот не за дело и, в принципе, похуй, но что-то рвет его весь видос. Так, идем дальше. Еще есть какие-то обиженные комментарии? Из-за обиженных украинцев. Опа. Какой же Хес лицемер? Он сам спрашивает, где он говорил, что Россия плохая страна. И потом сам же кидает тейки про то, что в России плохо живется. Блядь, как же хуево, что они не умеют указывать тайм-коды. Вот это вот печально. Вот Аляша и уехала и не хочет возвращаться. Хес по факту так и считает, что Россия плохая страна. Какие же они идиоты, блядь. Ебать, там пасты высирают. Так, ребят, там пиздец. Сам это печально. На этого долбоеба 18 лайков. То есть он буквально не видит разницы, да, Россия плохая страна или все-таки власть в этой стране плохая. Для меня это разные вещи. Есть страна, а есть власть в этой стране, которая хуевая. То есть я могу сказать, например, что вот Москва, предположим, как город пиздатый. Мне нравится. Охуенный город. Петербург, охуенный город. За другие города отвечать не буду. Те, в которых я был. Ну, такое. Вот, тем не менее, город охуенный. Если убрать Путина, российскую власть, все, весь этот пиздец, что там происходит, да, власть убрать, то можно жить охуенно. И я бы там жил. Но проблема-то во власти, которая там сидит, да, а не в стране, которая сама по себе как страна Россия, предположим. Просто я не совсем понимаю, о чем он говорит. То есть есть страна как территория, да. А есть власть в этой стране. Но они утверждают, что я Россию называю плохой страной. Но это не так. Но я такого никогда не было. Подожди, это Пчелкинь, что ли, блядь? Охуеть. Тейки про то, что в России плохо живется. Вот Аляша уехала и не хочет возвращаться. Но в России плохо живется не из-за того, что Россия страна такая плохая. А из-за того, что там власть хуёвая. Ёбаный рот, блядь. Хес по факту так считает, что Россия плохая страна. Блядь, я так по факту считал. Покажи. И он не только про Путина и остальную власть, а про народ так же. Он сам уже на своих стримах говорил, что потерял веру в Россию. Пиздобол, блядь. Я говорил, что я потерял надежду в молодёжь. Была надежда на молодёжь. Я надеялся, что молодёжь не прогнётся. Молодёжь возьмёт и всё поменяет в стране. Причём тут вера в Россию, блядь. Если вера в молодёжь, да, но пропало, да. Проебали. Как-то мы говорили, Юра, мы всё проебали. Так оно есть же. Есть же, есть же. Скучаешь? Нет, я не скучаю, потому что я живу в Америке. И если я захочу почувствовать на себе Россию, я на Брайтон-Бич скатаюсь. И получу всё то, что я могу получить. То, чего мне хватает, короче говоря. То, что есть в России, оно и здесь есть. Так что это не проблема. Также говорил, что лучший вариант это просто уехать из этой плохой и обречённой страны, куда подальше. А тут он сидит и просто нахрюкивает. Сам себе противоречит. Где, где я противоречил? Покажи. Тайм-коды, блядь, всегда указывайте, пожалуйста. Противоречие в чём? Что Аляша уехала? Так разница в том, что Аляша-то считает всё заебись. Она-то буквально на своих стримах намекает на то, что Россия великая и что всё там хорошо на самом деле. Так где здесь противоречие? У неё как раз-таки противоречие. Она сидит в Канаде, в Абу-Даби, блядь, в Дубае. И оттуда вещает о том, что заебись. Так вот у неё как раз-таки есть это противоречие. А у меня-то в чём противоречие? Если я говорю, что в России хуёвая власть и нет выхода, надо уезжать. Где, блядь, я противоречиваю сам себе? Я что-то вообще не понимаю. Где? Хуяная рубрика, конечно. Иронично называет Россию хорошей страной, подразумевая обратное. Скинь мне, где я говорю, что страна плохая. Они буквально не видят разницы, серьёзно. Для них Путин, это и есть страна вся. Прочитай ответы на коммент. Да тут 23 ответа. Ой, блядь. Ой, блядь. Да что тут, блядь, такие же долбоёбы сидят, поддакивают ему. Им абсолютно похоже, что он высрал хуйню. А они в ответ высирают хуйню такую же. И думают, что они правы. При этом хотят, чтобы я всегда был неправ и признавал ошибки, даже если их нет. Вот они точно не ошибаются. И признают каждую свою ошибку, блядь. Они самые лучшие, самые умные. Ещё ему привели как аргумент, что у неё муж в Канаде. И поэтому она там же. То есть для этого недалёкого это плохой аргумент. Ничего не имею против его позиции политической. Но его тупорылое мышление постоянно замечаю. Реально мерзкий челик. Блядь, для таких как ты, ублюдок, я специально объяснил. И ответил в этом же видосе, блядь, по поводу её мужа. Что если для неё, да, в России всё так заебись. Почему её муж не работает в России-то, господи. Почему он там работу найти не может? Почему он работает где-то за её пределами? Почему он в Абудабе работает, в Канаде работает? А не в России. Он же может там найти работу или нет? Если нет, то почему? У неё есть муж? Да, есть. Она из-за него живёт в Канаде. Потому что он работает там. Приезжает в Абудабе. Потому что он там будет работать. Так, а... Почему он там не работает? В России. Заебись же. Работайте. В России. Платите налоги там. Кем работает? Да я не знаю. Разработчик какой-то. Программист, наверное. Я хуй его знает, кто он. Или всё-таки, наверное, зарплата в России будет не такая хорошая, блядь. Или ещё что-то не такое хорошее для неё. Так-то оно так, но... Чего же с вами сидишь-то? Споришь, блядь. Доказываешь что-то. Она с ним уже пожила в ОАЭ, Испании, и вот теперь Канада. Ну ладно, не обратно, в ОАЭ возвращаются. Не в Россию. Поэтому да. Да. Это плохой аргумент. Раз уж вы все так любите Россию, работайте в России. Особенно в данной ситуации, когда весь Запад злой и считается вражеским, да? Та же Канада, например. Я не знаю там, насколько они поддерживают Украину, например, да? В том числе вооружением. Тут я не в курсе. Про Канаду говорить не буду. Канада поддерживает, да? Ну, представьте себе. Нихуя. Вот как получается, да? Неудобно. А, у нас в чате спор. Люди друг другу доказывают, что не так в России. Зарплата 30к, отсутствие свободы слова, отсутствие демократии, ужасная медицина, быдло. Достаточно с тебя, сапка, на полгода. У дебилов зарплата 30к, у нормальных на все хватает. Отсутствие свободы слова, а где она есть? В чем медицина ужасная? То, что она бесплатна. Иди в частную клинику, но и там не лучше. Так. Отсутствие... Не, ну, на самом деле, очень забавно, как чел пытается что-то доказать. Что, типа, свободы слова. А где она есть? Ну, в США она есть. Если мы будем сравнивать с Россией. Есть, прикинь. Вон, даже Трампу разрешили на выборах участвовать. Несмотря на все то, что он делал и говорит. Прикинь, допустили к выборам. Есть. Ты можешь сказать, что Байден плохой президент. Ты можешь его критиковать, его действия, его решения. Тебе за это ничего не будет. Тебя не посадят. На тебя не заведут уголовное дело. Тебя не будут преследовать. А в России это все есть. Мы сегодня буквально смотрели Соловьева. Который как собака сидел, гавкал, нахуй. И что? Нормально ли это? Такая реакция. А челика, блядь, по телевизору показывают. То есть, по одобрению российской власти. Человек, который буквально говорит. Не возвращайтесь, идите нахуй. Вам дорога в Россию закрыта. Потому что, блядь, почему? Там даже причин нет. Просто потому, что им кажется, что они предатели. Гимн спел, блядь. Три первые слова. А второй, Моргенштерн, вообще ничего не сделал. Просто потому, что он Моргенштерн.